Внимание! Пробное! Ф1! Гранаты! Огонь! В учебно-методическом центре «Авангард» в Ивановке Новоселы. Юноши со всей области уже второй день осваивают здесь военно-спортивные дисциплины. Впереди отбор в команду для больших военно-патриотических сборов «Гвардеец» в Пензе. Там цвет нашего региона столкнется с другими командами Приволжского федерального округа. Здесь представители от 24 муниципальных образований, по 3 человека от каждого муниципального образования. Здесь у нас приехало 60 ребят. Есть кадеты, есть юная армия, есть простые школьники. Юноши уже сдали строевую подготовку. Сегодня кто набивает автоматный рожок, кто ищет цель на стрельбище. Среди дисциплин и упражнения с костюмом хип-защиты. С ними находятся 4 командира взвода, которые приехали с ними. Мы уже сейчас формируем команду. Здесь есть преподаватели, командиры взводов, которые с ними 2 человека и поедут в Пензу. То есть они уже отбирают команду, смотрят, дисциплинируют. Собираем, собираем. Не стоим. Собирай, собирай. Потом одеваем чулки, потом перчатки, плащ, потом снимаем плащ, чулки, перчатки. Соревнования в Пензе обещают быть масштабным. Пока же с размахом юноши кидают снаряды. Оттачивают технику на учебных гранатах и охолощенных противопехотных эвках. Рекордсмен Амирхан Мустафаев из Новоспасского района. Нужно, во-первых, качать предплечья, потому что это в основном действует на мышцы эти. И качать руки. Вот это самое главное. Амирхана на сборы рекомендовала его школьная учительница. И не зря. Я сам занимаюсь самбо и дюдо. Также я участвовал на Приворском федеральном округе по самбо и участвовал по дюдо. Занимал призовые места на всероссийских различных соревнованиях. Также я сейчас в этом году выполняю кандидата мастера спорта по самбо. В День России испытания на выносливость и скорость. Сперва кросс на 2 километра, после 100-метровка. Ребята вообще отличные, тоже показывают хорошие результаты. Так что мы, я 100% уверен, если мы отберемся, мы займем первое место. По результатам отборочного тура сформируют команду из 20 человек. С 8 по 12 июля усиленные тренировки перед Пензой. Там юношей ждет стрельба из боевого оружия, прыжки с парашютом. Будут еще такие виды, как визитная карточка, музыкальный конкурс, конкурс боевого леска. Это тоже будет. Будут играть в шахматы и шашки. Будут метать дротик, соответственно, в дарс. В прошлом году наша команда заняла четвертое место по ПФО. Особая отметка жюри за безупречную воинскую дисциплину. У Яновская сборная докажет, что способна на большее 31 июля. Соревнования займут три недели. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73.